Это программа День с толком в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Вот некоторые темы этого выпуска. Полтора месяца с тазом. Почему в Новоалтайске затянулось сезонное отключение горячей воды? Ныральщики в глубину. Одни из частых пациентов больниц в летний период. Кто еще в списке? Вышел на пенсию и от скуки собирает машины из всего, что попадается под руку. Зачем нужна техника, которая не ездит? Но вначале град размером с перепелиное яйцо обрушился на Угловский район. Машину спасал всеми подрядчинными средствами. Чуть ли не ложился на лобовину. Это видео сняли местные. Град, который обрушился на Угловский район, едва не побил автомобиль, припаркованный у дома. Из-за резко испортившейся погоды у многих пострадал и урожай в огороде. Смотрите, что. Ну прям хорошие. Это уже подтаяли. Рад прошел и в некоторых других районах края. Об этом сообщили жители Белокурихи, Баевского и Первомайского районов. Учиться никогда не поздно. Представители промышленных предприятий края все активнее участвуют в программе переподготовки инженерных кадров. Один из ее выпускников не только обновил знания, но и модернизировал часть производства на своем предприятии. На заводе побывал Данил Кузнецов. Канистры, щетки, цветочные горшки – это лишь малая часть продукции, которую производят на Мартике. Предприятие нацелено на выпуск 450 наименований товаров народного потребления. И с 2019 года включено в перечень системообразующих предприятий РФ. Сейчас на заводе активно внедряют роботизацию многих процессов. Если раньше у нас люди типично около каждого станка человек работал, трудился, то сейчас это заменили роботы частично операцией и высвобождается человеческий труд. Раньше было 5 станков, 5 литейщиков. Сейчас 5 станков, 3 литейщика. Тимофей Молчанов отчасти и ввел роботизированную линию. Мужчина проработал на заводе два десятка лет, но после обучения в рамках губернаторской программы переподготовки инженерных кадров нашел новый подход к работе и модернизировал часть производства. Программа переподготовки действует в Крае с 2021 года. За это время на базе технического вуза за счет краевого бюджета обучили почти 200 человек в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Познакомиться с выпускниками пришел и губернатор Края Виктор Томенко. Программа помогает за счет общения с коллегами, в том числе поездкам на предприятие, практическим знаниям, приобрести кругозор расширяй свой, чтобы стать полноценным специалистом в разных отраслях. Обучение длится 4 месяца. Это и теория, и практика, причем не только на алтайских предприятиях, но и заводах Новосибирска и Красноярска. Современные технические компетенции на рынке крайне востребованы. Мы посмотрели из тех заявок, которые подавали на предприятие, для участия своих специалистов это больше 500, на одного человека это 2,5 предложения. Также в Крае реализуется федеральная программа «Профессионалитет», в рамках которой колледжи обучают будущих специалистов для конкретных предприятий. Сейчас количество сертифицированных кандидатов для работы в регионе в два раза меньше количества вакансий, поэтому вложение в знания – это в первую очередь инвестиция в развитие Алтая. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев, День с толком. К другим темам. Уже полтора месяца жители Новоалтайска принимают контрастный душ. Сезонное отключение горячей воды затянулось. В городе проводят масштабный ремонт теплосетевого комплекса. Что обновляют и когда в домах жителей появится горячая вода, узнавала Мария Мацаева. Трубы у нас холодные, воды открывают, въездят вот так, она абсолютно холодная. Даже не теплая, не намека на какого-то горячей вода. О базовом комфорте жители одного из микрорайонов Новоалтайска уже позабыли. Не вымыть посуду в теплой воде, не принять душ – вот уже полтора месяца не могут тысячи людей. Район, где я живу, воды никогда нет летом. То есть вот в позапрошлом году у нас три месяца ее не было, в прошлом месяца полтора-два. Ну и вот опять, сейчас опять обещали четвертого включить, до восемнадцатого опять продлили. У нас дом старый, проводка тут старая. Это менять проводку полностью в туалете, чтобы поставить водонагреватель. Дом Екатерины обслуживает городская котельная номер один. И этим летом на объекте проводят масштабный ремонт. Долгое отключение воды не просто вынужденное, а экстренная мера, рассказывают представители новоалтайских теплосетей. Котельная номер один отапливает половину города. И с момента запуска, с 60-х годов, ее ни разу не ремонтировали. Износ теплотрассы достиг 70%. Минувшей зимой уже приходилось устранять прорывы. Масштабность реконструкции настолько велика, что тот объем магистрали, объем котлооборудования, он просто не позволяет в физическом варианте сделать это очень вжатые короткие сроки. Это не просто регламентная работа, я хочу подчеркнуть. Это работы по капстроительству. Котельную модернизируют по федеральной программе обновления энергообъектов со степенью износа более 60%. Работы проходят в несколько этапов. В прошлом году заменили магистральные сети. Сейчас делают пристройку к основному зданию, где поставят два новых котла по 15 мегаватт, а также меняют основной трубопровод. После завершения всех работ по реконструкции котельной номер один, позволят городу, то есть это дополнительно увеличить мощность плюсом еще 30 мегаватт, к имеющимся уже 30, что даст возможность строительства новых домов, подключения данных домов, то есть ориентировочно где-то 20 тысяч потребителей. Установку трубопровода планируют завершить до 18 июля. На этом работы в котельной не закончатся, но горячая вода в домах новоалтайцев должна появиться. Добавим, это первое обновление котельной такого масштаба за всю ее историю. С наступлением лета врачи готовятся к наплыву пациентов. Ныряльщики в водоемы, участники ДТП, самокатчики, люди, упавшие с высоты. В этот период особенно увеличивается количество травм, причем довольно-таки серьезных. Черепно-мозговые травмы, перелом позвоночника, парализация конечностей. Так, ежедневно в Краевую больницу скорой медицинской помощи поступает около 40 человек. Из них около 7 с госпитализацией. Какие операции проводят при таких травмах и каким последствиям они могут привести? В сюжете Юлия Щепиной. Перелом вот в этом месте как раз находится. Благодаря корсету мы можем, потому что мышцы ослаблены. Владимир – 70-летний пациент нейрохирургии. Водитель с большим стажем вез дочь в больницу и попал в ДТП. Итог – перелом позвоночника. Сначала асфальт был, потом сначала щебенка, может колесо порезал, может что, резко поворот влево и я ушел в страцию. Вот она и травма получилась. Она больше ничего такого не помнит, не знает. Санавиации пострадавшего доставили в Бурнаул. После обследования врачи приняли решение оперировать. Операция заключается в том, что мы устанавливаем металлоконструкцию, которая позволяет уменьшить степень компрессии и стабилизировать перелом позвоночника. Тем самым уменьшить болевой синдром, снизить нагрузку на сломанный позвонок. Пациент может передвигаться, а нагрузка будет распределяться благодаря металлоконструкции. И это позволит спокойно формироваться костной мозоли внутри сломанного позвонка. Благодаря этому пациент может ходить уже на следующий день после операции. А раньше приходилось подолгу лежать обездвиженным. Полное восстановление работоспособности наступает через 3-4 месяца. Травмы при ДТП – не единственная причина попадания пациента в стены больницы. План такой – убрать разорванный диск между седьмым шейным и первым грудным позвонком, поставить искусственный диск из никелетитана и зафиксировать смежные позвонки пластинами. В опасности ныряльщики водоема небольшой глубины, причем часто случается это в состоянии алкогольного опьянения. Травма тяжелая крайне бывает. Не только позвоночник ломается, а также и с повреждением спинного мозга. Наверное, пациентов 60-70 с повреждением спинного мозга. Это порезы, параличи конечностей. То есть состояние после травмы и течения бывает тяжелое заболевание. А также может быть даже с летальным исходом, может с выходом на инвалидность. То есть крайне тяжелая травма. Травма ныряльщики. Переломы позвоночника, травмы головного и спинного мозга. В теплый период травмированных становится больше. Краевая больница скорой помощи каждый день принимает по 40 таких пациентов. Поэтому врачи хоть и могут в рекордные сроки поставить человека на ноги, но советуют жителям помнить о технике безопасности и не создавать условия риска. Всего же за первый летний месяц в отделении только этой больницы пролечились 220 человек. Анастасия Дороган, Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. Алтайский педуниверситет подписал соглашение о развитии системы психолого-педагогических классов с Республикой Алтай. Такие классы – первая ступень непрерывного педобразования, которое поможет профориентации школьников. Знакомство со спецификой поможет не только будущим учителям, но и психологам, соцпедагогам, логопедам, дефектологам. Профиль позволит выявлять учеников с педагогической одаренностью для восполнения дефицита квалифицированных учителей в регионах. В Республике Алтай первые такие классы появились в 2021 году. В этом откроются еще 16 классов в 9 районах. Курировать их работу будут специалисты Алтайского педагогического университета. Кроме образовательных целей, новая система поможет участию детей в олимпиадах, конференциях, профильных сменах и конкурсах вуза. У нас есть конкурс «Педагогический старт», у нас есть конкурс «Профдебют», где ребята уже пробуют себя в роли маленьких учителей. Мы надеемся на плодотворное сотрудничество, мы надеемся, что это привлечет к нам поступающих, мотивированных, с хорошим результатом ЕГЭ и тех, кто будет настроен вернуться именно в школу. Неважно, в какой регион Российской Федерации. Напомним, Министерство просвещения страны намерено открыть в ближайшие годы около 5000 таких классов в разных регионах страны. В Алтайском крае создано уже 40, а в этом году их число вырастет до 50. Как организован отдых для юных барнаульцев? Все ли удобства есть в летних лагерях и стоит ли родителям беспокоиться за безопасность своих детей? Председатель Барнаульской городской думы Галина Буевич вместе с коллегами лично ознакомилась с тем, как устроен отдых в одном из детских лагерей Барнаула. С Добрым Утром! В прошлом году достаточно остро стоял вопрос об организации таких санитарных зон, санитарных комнат в лагерях, о том, чтобы была и горячая вода. И выделены были целенаправленные деньги на решение этой проблемы. Проверяющие посетили столовую, медпункт и пост охраны. За безопасность детей отвечают сотрудники ЧОПа, сторожа и вожатые. Осмотрели и спальные корпуса. Их к началу сезона обновили на средстве с горбюджета. Галина Буевич подчеркнула, депутатский корпус уделяет особое внимание к организации детского отдыха. В городе семь летних лагерей. В этом году на их ремонт и техническое оснащение выделили больше 19 миллионов рублей. Порядка девяти модульных санитарных блоков в шести лагерях были установлены при подготовке к летнему сезону. В каждом лагере у нас работает частное охранное предприятие «Армада». Установлены кнопки тревожной сигнализации. Что касается медицинского обслуживания, то тоже в каждом лагере есть медики. Обязательно наличие врача, наличие медсестры. Также с этого года в крае повысили единовременную компенсацию до 12,5 тысяч рублей за путевку. Для сотрудников краевых госучреждений она выше еще на 5 тысяч. А многодетным семьям компенсируют 25 тысяч рублей на отдых третьего и последующего ребенка. Мария Мацаева, День с толком. В северной столице России, Санкт-Петербурге, введут курортный сбор. Туристам придется платить дополнительные 100 рублей в сутки за проживание в гостинице, хостеле и других объектах временного развещения. Эти деньги пойдут на строительство, ремонт и благоустройство инфраструктуры. Закон вступит в силу 1 октября, но взимать деньги с отдыхающих начнут лишь с 1 апреля 2024 года. Означает ли, что туристов в Петербурге станет меньше, мы решили узнать мнение барнаульцев. Для тех, кто туда едет, это в любом случае не деньги. Они эти 2 тысячи оставят в любом кафе за 15 минут. Как вы думаете, это вообще для туристов повлияет на выбор города для отдыха или нет? Я думаю, что нет. 100 рублей сейчас не слишком большие деньги. Как туристу, я думаю, мне это не понравилось бы. Потому что в Петербурге много очень красивых мест, которые мы и так посещаем за деньги. Я думаю, город имеет достаточный доход. У всех материальное положение, оно разное. Может быть, это человек, который как бы денежно не совсем обеспечен, а копил, копил, копил. И своего ребенка решил как-то экскурсию строить, провести, показать культуру другого города. Поэтому за всех я не могу говорить. У нас в республике Алтай в Белокурике такая же штука. Никого не отпугнуло. А для вас важно, куда пойдут эти деньги? Если бы был какой-то отчет, хотя бы там в конце года было бы где-то выложен в общем доступе, интересно было бы на это посмотреть. 8 июля, в День Семьи, Любви и Верности, в парке «Лесная сказка» пройдут соревнования по переносу жен. Впервые такое мероприятие в парке провели 11 лет назад, и теперь это уже традиция. Позаимствовали ее в Финляндии, где впервые прошли такие старты. Организаторы соревнований в «Лесной сказке» ждут порядка 10-15 пар. Суть состязаний – быстрее конкурентов перенести супругу через всевозможные препятствия. Какие именно организаторы стартов держат в секрете? В этом году мы сделали такую новинку, может быть, так скажем, чтобы семьи принимали участие активно, именно всей семьей участвовали. То есть обязательно у семьи должен быть девиз и какое-то творческое представление о своей семье. То есть либо песню спеть, либо стих, либо просто, может быть, рассказать. И дополнительные баллы в этом году мы решили будут получать участники, если у них есть крутая группа поддержки. Шанс принять участие в соревнованиях еще есть. Для регистрации звоните Ольге, номер ее телефона 60-88-71. Во время разговора можно проконсультироваться, как лучше одеться для стартов. Победителям вручат дипломы, бесплатные билеты в зоопарк и главный приз – денежный. Сумму пока не разглашают. Начало стартов в 11, регистрация участников в 10.30 в субботу, 8 июля. Уникальные машины, собранные своими руками, уже не вмещаются в гараж. Так, талантливый мастер из Бельмесева, коллекции которого позавидует любой музей, спасается от скуки на пенсии. Причем его машины не предназначены для езды. Их цель – исключительно эстетическое наслаждение. Подробности у Юлии Щепиной. Виктор Лакизин нашел себе интересное хобби. Собирает машины с нуля. Да не просто машины, а каждое произведение искусства. Причем копировать занятия неинтересно, подчеркивает он. Каждое изделие его авторства уникально. Пошел на пенсию. Делать нечего. А делать что-то надо. Посмотрел программу, нашел какую-то американскую. Как американцы в гаражах творят чудеса. Думаю, о чем мы это? Мы хуже, что ли? До пенсии Виктор всю жизнь занимался музыкой. Барабанил в барнаульских огоньках, играл в ресторанах. На это авто ушло около трех месяцев. Каждый день по чуть-чуть, говорит Виктор. Причем никаких чертежей, заранее обдуманного плана нет. Чистый полет творческой мысли. В ход идет все, что вздумается. Колеса от тачки, рулят запорожца, фары, принесенные соседями. Виктор всегда в поисках интересной детали, которую можно обыграть. Такая работа развивает и не дает скучать. Кстати, все автомобили сделаны исключительно из железа и дерева, никакой пластмассы. Но, например, в качестве украшения на этом авто более 10 тысяч страз. По сколько вам обошлась эта красота? Плюс-минус? Ну, я говорю так. Три пенсии. Никто не верит. Кроме машин, мастер выпускает и другие вещи. Трон, сундук, резные фигуры. С какими-нибудь трудностями сталкиваетесь при работе? Постоянно. Мало денег. Надо пенсию чуть-чуть. Раз получил пенсию и магазин. Железо взял, нет пенсии. Да что ты будешь делать? Бабки-то летят в магазин и круто покупают. А ты что, стоишь, смотришь? Ты же железо жуешь. Мастер хотел бы, чтобы его авто увидела более широкая аудитория. И хотел бы видеть свои, не побоимся сказать, произведения искусства в музеях и выставочных залах. Ранее в Биск отправились переделанный запорожец, карета и мотоцикл. А в гараже освободилось место для новых начинаний. Одна в год. Я посчитал. Ну, еще сделаю штук 20. Так что терпите, ребята. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. На этом у меня все. Очередной выпуск нашей программы смотрите завтра в это же время на телеканале Толк. Ну, а я напомню, телефон редакции 205-545. Обязательно звоните. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Ивалар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok